МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Никита Тихонов-Рау. Я Ольга Орлаускас. Оля моя жена. И мы живем и работаем в России. И последние 10 лет вместе с ней снимаем фильмы на те темы, которые нас волнуют, живя в нашей стране. Сегодня мы хотим поприветствовать вас в новой программе. Это ток-шоу, которое посвящено документальному кино для тех людей, которым не все равно. И сегодня наша тема – это глухота. Вы только что посмотрели наш с Никитой фильм «Услышь меня». Мы подняли в этом фильме массу острых и больных вопросов, касающихся жизни глухих людей в России. И сегодня мы бы хотели с помощью наших дорогих гостей возможно получить ответы. Вот как можно решить проблемы глухих людей в России, как они решаются в других странах, и какой есть выход? Я хочу представить сегодняшних наших гостей. Это люди, для каждого из которых эта тема глубоко прочувствована. Начну слева направо. Алла Малабиу, руководитель проекта «Я тебя слышу» и мама мальчика с кохлеарным имплантом. Георгий Таварпеладзе, один из ведущих российских ученых, занимающихся темой глухоты, и бессменный директор российского научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования. И Варвара Ромашкина, наш большой друг, можно сказать так, мама всех русских глухих. И не только русских, наверное, да, вторая мама. И переводчик жестового языка, я шучу. Мой первый вопрос, наверное, будет к Георгию. Георгий, давайте, чтобы мы не так, знаете, влетели прям сразу в тему, попробуем себе ответить на вопрос. Вообще, какого количества людей в мире касается тема глухоты? Проблема нарушения слуха и глухоты сегодня во Всемирной организации здравоохранения, в ООН, выступает на одно из первых мест. В 2017 году была принята новая резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения по профилактике нарушений слуха и глухоты, что явилось, в общем-то, знаменательным событием, поскольку последняя резолюция была принята 22 года назад. За это время сменились технологии, изменились подходы к отбору пациентов, подходы к реабилитации. Естественно, это все было очень значимо. Вслед за резолюцией сегодня готовится Всемирный доклад по слуху, создан Всемирный форум слуха, То есть слух выступает на одно из первых мест. А если мы говорим о значимости нарушения слуха для качества жизни, нарушение слуха и глухота входят в пятерку наиболее значимых для качества жизни человека в течение всего его жизни. По статистике ВОЗ, на сегодняшний день 462 миллиона человек имеют инвалидизирующие нарушения слуха. К 30-му году ожидается 600 миллионов, к 50-му году 900 миллионов, то есть практически почти 1 миллиард. Миллиард людей, которые имеют проблемы со слухом. Имвалидизирующие нарушения. То есть серьезные проблемы со слухом. Да, если говорить вообще о людях, которые имеют нарушение слуха, это количество увеличивается в разы. Сегодня более 40 миллионов – это дети. В год на тысячу нормальных родов рождается один ребенок с полной глухотой, двоих-троих глухота развивается в первые годы жизни. То есть проблема архиважна из мевицинских позиций, из социальных позиций. Причем сегодня понятно, что если заниматься проблемой слуха, в 60% у детей нарушение слуха можно было бы предотвратить, а оставшиеся 40% можно эффективно лечить и реабилитировать. Если не заниматься, не обращать внимание на нарушение слуха, то в мире ежегодно на это будет тратиться более 750 миллиардов долларов. Вот я так понимаю, что если так вот совсем лаконично, вы занимаетесь кахлеарной имплантацией людей в России. Вот объясните мне, пожалуйста, для людей, которые ничего в этом не понимают. Вот есть глухой человек, почему все не идут и не делают себе кахлеарный имплант? Почему мы по-прежнему видим людей, которые говорят на жестовом языке? Вот казалось бы, да, как в сказке. Вот давайте мы сейчас всех прооперируем, и все станут слышащими. Мы занимаемся не только кахлеарной имплантацией, мы занимаемся проблемой слуха и нарушением слуха. То есть начиная с периода новорожденности, мы занимаемся аудиологическим скринингом, то есть в роддомах мы проводим абсолютно всем детям объективное исследование слуха и выявляем нарушение слуха либо детей с риском. Далее они направляются на следующий этап диагностически. Таким образом, мы в раннем возрасте имеем возможность выявить нарушение слуха. Это колоссальное достижение нашего государства. Хотя это случилось не сразу, но вот с 2008 года были оснащены все родосмолагательные учреждения приборами, и сегодня это все происходит. А что это значит? Чем раньше начата реабилитация, тем лучше результат. Это касается кахлеарной имплантации. Если ребенку сделать операцию в первый год жизни, а лучше в девятимесячном возрасте, а лучше в шесть месяцев, то результат будет намного лучше. Вот здесь я, знаете, Георгий, я сейчас слушаю... Я говорю о детях. Да, я понимаю. И, знаете, здесь я сразу хотел бы, наверное, перекинуть мостик, чтобы вы... Вот вы рассказываете об этом с позиции человека, который этим профессионально занимается, а по правую руку от вас сидит Алла Малабиу, которая на своей коже ощутила все это и жила этой темой, начиная с рождения своего сына. Этот эпизод есть в нашем фильме. И мне бы хотелось, чтобы Алла рассказала как мама, когда у тебя выяснилось, что у сына есть такой диагноз, такая проблема. Что ты про это знала и что ты начала делать? Ну, узнала я об этом сама, потому что моему сыну сейчас 13 лет, а аудиологический скрининг вели не так давно. И в роддоме, в общем, мне выбили... Аудиологический скрининг, чтобы мы правильно... То есть это когда проверяется слух человека на степень... Не на степень, на выявление возможного нарушения или нет. Не аудиологический скрининг, он был раньше, а вот универсальный, когда абсолютно всем детям в роддомах проводится последование. И его тогда не было, поэтому мне выдали, в общем-то, здорового, совершенно ребенка, с которым я и жила. И когда ему было 5 месяцев, я поняла, что, в общем, что-то не так, я уронила его, ложила спать, что-то уронила, пульт от телевизора, и поняла, что он вообще не двигается, и, в общем, это стало каким-то первым... Сколько лет было мальчику? 5 месяцев. 5 месяцев. Это был первый звонок, и, в общем, потом мы стали записываться на разные обследования, и это подтвердилось. Мы совершенно не хотели в это верить, и поехали еще на обследование в Германии. В Германии нам сказали все то же самое, и тогда мы стали искать в интернете информацию, потому что в нашем сортологическом центре мне сказали, что, ну, вот, наденьте аппарат. Мне не сказали, что есть кофлярная имплантация, что есть такой вариант. Мы нашли это сами в интернете, и в тот момент еще были большие очереди на имплантацию, то есть, может быть, год, там, 2-3 ребенка, иногда, может быть, 20. Ну, вот такая очередь, и ты не знаешь, когда тебе проимплантировать ребенка, а ждать нельзя долго. Поэтому мы поехали в Германию и сделали ребенку кофлярную имплантацию. Кстати, сейчас есть такая очередь? Сейчас, если и есть очередь, она минимальна. То есть, сегодня все, которым нужна операция, и в этом году получают эту помощь. Я все-таки хотела бы вернуться немножко назад, вот понять. Вот кофлярная имплантация, да, это суперэффективный метод, я правильно понимаю? Или у него есть какие-то ограничения? Давайте поясним нашим зрителям, вообще, что такое кофлярная имплантация. Потому что люди не очень это понимают, те, кто не сталкивались. Может быть, как раз Георгий нам на пальцах сейчас просто вот объяснит, что это такое и как это работает. Кофлярная имплантация – это метод реабилитации детей и взрослых с полной глухотой. Сегодня показания расширяются то есть, когда отсутствует рецепторный аппарат и нужно передать информацию непосредственно на слуховые нервы далее к слуховой коре. Что происходит? Микрофон процессора кофлярного импланта воспринимает звуки, кодирует их в электрические импульсы, которые по принципу радиосвязи передаются на приемник-стимулятор, а далее на имплантированный во внутреннее ухо многоканальный электрод. Таким образом, электрические импульсы, коды, в которые закодированы речи и другие окружающие звуки, поступают к слуховому нерву и далее. Естественно, имеются показания и противопоказания к этой операции. Противопоказания, как правило, чисто соматические, как для любого хирургического вмешательства на ухе, но главное, возраст, о котором я говорил, главное, чтобы была бы сохранена улитка и сохранена нерв, улитка для того, чтобы можно было бы чисто механически ввести электродную систему, а нерв как проводник, чтобы смог бы передать... Знаете, вы очень интересно рассказываете. Я признаюсь сразу зрителям, что я вот про это уже знаю, потому что глубоко погрузился в эту тему, когда мы снимали кино. И мне сразу хотелось бы здесь, вот знаете, включить наш разговор Варвару, которая также внимательно слушала вас, потому что для меня было удивлением узнать, что, в общем-то, есть два принципиально разных подхода вообще к теме глухоты. Есть так называемый медицинский подход, а есть, о котором вы сейчас очень подробно рассказали, я надеюсь, что нашим зрителям это стало понятно. Конечно, рассказать невозможно. Всё, потому что вы занимаетесь этим уже 30 лет, если не больше, да, прошли гигантский путь. Но всё-таки есть ещё другой подход к этой теме, это подход так называемый социокультурный, когда глухота становится феноменом определённым в коммуникации между людьми, способом между людьми, и жестовые языки, которых на самом деле безумное множество, и русский жестовый язык, и английский, и немецкий, и так далее, и так далее, да. И это становится вот таким вот другим способом коммуникации, и это такой же язык, который можно точно так же учить, как, я не знаю, любой другой, английский, испанский и так далее. И если я правильно понимаю, Я знаю, что многие глухие люди, даже если у них есть медицинские показания к кахлеарной имплантации, выбирают другой путь, путь жестового языка. Варвара, расскажите нам, пожалуйста, про вот этот подход и взгляд. У нас в стране, я насколько знаю, вообще много противников к кахлеарной имплантации. Как и во всем мире. Как и во всем мире, да. Но я сейчас не владею информацией во всем мире, поэтому я просто буду говорить про нашу страну. И знаю особенно, если ребенок рождается в семье неслышащих людей, это 100%. То есть это будет против. И, может быть, это происходит, конечно, в основном это происходит от не очень доступной информации, скажем так. Люди не владеют всей информацией. И есть некий страх к имплантации. И, а с другой стороны, ну, то есть воспринимают это как некое вмешательство в человеческий организм. И считать, что человек может полноценно жить и так. И они живут полноценно, живут этой жизнью. Я сама выросла в семье глухих и выросла в этом мире, неслышащих людей. И я не могу сказать, что они в чем-то ущербны. При этом интересно, что Варвара, это как раз к вопросу о том, что жизнь всегда богаче, чем наши самые смелые фантазии. Когда в семье неслышащих родителей рождается слышащий ребенок. Варвара в этом смысле прошла этот путь сама. Стала переводчиком, мостиком между этими двумя мирами. А я не могу не сказать, что Варвара, это человек, которого наши зрители регулярно видят во время прямой линии президента, потому что варваринными руками и варваринным жестом... В глаголе это Владимир Владимирович Путин. В глаголе это Владимир Владимирович Путин, да. Но я хотела вернуться. Ты сказала, что если глухие родители 100% своему сыну, дочери не сделают, если я правильно понимаю, это связано с тем, что им будет сложно обучить этого ребенка речи. Ведь после кохлеарной имплантации нужно заново учить человека слышать. То есть это не то, чтобы поставили процессор, и человек заговорил. Ну, дело в том, что у неслышащих людей рождаются ведь и слышащие дети, да. Я там образец, и в данной ситуации, если со мной, то есть с остальными другими, они как можно раньше покружают своего ребенка в слышащий мир. То есть это дошкольное учебное заведение, ну, дошкольное заведение, потом и так далее, и тому подобное. И чтобы ребенок разговаривал, слышал, потому что им... Они все говорят, кто-то хуже, кто-то лучше. Но что касается слуха, не знаю, мне кажется, в нашей стране все равно люди... Это в основном палочка-вручалочка именно для семей, где родители слышат, и для них это своего рода шок, когда ребенок теряет слух, потому что я выросла в мире глухих, но у меня тоже был такой шок, когда моему ребенку поставили заболевание после ветрянки менингита. И я знаю, что это такое. Но мне было легче, потому что я сама выросла в этом мире, и мне было проще. Но все обошлось, и то есть это было... Очень интересно, что вот эти два мира, мир глухих и мир слышащих людей, как правило, они... И это было для меня колоссальным удивлением. Они сложно пересекаются, они сложно договариваются, они живут каждый в своем пространстве. И, вы знаете, после фильма к нам очень много подходило зрителей, которые говорили, вы знаете, слишком много в фильме кахлеарной имплантации. А другие говорили, почему так много про жестовый язык, что за старый подход, так нельзя вообще, да, и так далее, и так далее. Вот, Георгий, вот как вы думаете, почему так... Я бы что бы хотел сказать. Вы абсолютно правильно подняли вопрос о коммуникации. Вот это единственный инструмент сближения двух миров. И действительно, сегодня коммуникативные способности и вообще система коммуникации выступает на передний план во всем мире. И этому нужно уделять особое внимание. У меня вопрос к Калле. Есть ли такая вот идеальная страна на карте мира, где для глухих людей созданы те условия, которые позволяют им по максимуму раскрыться, и физически, и творчески, и вот быть на коне? Какая это страна, и в чем там система? Как это устроено у них? Я, наверное, вас разочарую. Мне кажется, что такой страны нет. Но есть страны, приближенные к этому, которые стараются сделать как можно больше для глухих и для глухого сообщества. Конечно, в Америке очень серьезная система отстроена. И в северных странах, таких как Швеция, Финляндия, и еще очень хвалят Австралию. Когда мы были в Америке, мы видели, что есть такие организации, например, родительские организации, которые говорят о том, что то, что работает для твоего ребенка, это и есть правильный выбор. Они не говорят, что вам нужна кохлеарная имплантация, что только жестовый язык, или что вам нужен билингвизм, или тотальная коммуникация, когда еще включено тело и другие жесты. Они говорят, что вы попробуйте разные, они предоставляют максимальную информацию и дают возможность родителям сделать свой выбор. Ты делаешь свой выбор, и ты несешь за него ответственность. У нас часто в России тебе предлагают кохлеарную имплантацию, родителям предлагают. Если это родители из какого-то далекого города, они соглашаются, они едут в Москву или в Петербург, получают имплант, а дальше ребенком нужно заниматься, нужно реабилитировать, нужно вкладывать огромные деньги в это. А занятий, например, нет, если это маленький поселок или небольшой город. Там часто нет вообще специалистов, которые даже знают об этом. То есть он так и не научится слышать, получается? Да, говорит, что он... И говорить, может, не научиться. Именно так. То есть это деньги, которые выброшены, и получается, что, может быть, другой способ коммуникации для этого ребенка в этой ситуации было бы лучшее решение. Для него оптимален. А вот скажи, пожалуйста, а что касается образования, вот какая-то дорожная карта, ведь очень часто, собственно говоря, и глухой человек, и его семья, они оказываются как вот в океане, и нет вот этой дорожной карты, чтобы тебя провели. Вот эта дорожная карта в этих странах есть? Да, там есть дорожная карта, там есть прекрасные школы для глухих, в которых причем есть градация по степени. У нас тоже это есть в России, но немножко по-другому устроено. Там, если ребенок, например, только может пользоваться жестовой речью, с ним будут общаться жестовой речью. Если он может еще и говорить, то это будет билингвизм и два типа коммуникации. Если он больше тяготеет, и он может хорошо говорить, с ним будут говорить и развивать его оральные навыки. То есть и таким образом его постепенно ему выстраивают дальше жизнь. А трудоустройство потом? В том числе и трудоустройство. Но вообще это больная тема, но, тем не менее, там она более развита. Например, мы знаем Старбаксов целую кучу, которые берут глухих. И это еще и такое создание дев-френдли комьюнити, когда обычные люди приходят и видят Старбакси глухого, и они для них делают специальные какие-то таблички, и там есть знаки, как заказать кофе, как попросить там или показать. А Бургер Кинг делает то же самое. Ну, я надеюсь, что и в России это начнется, когда-то. Насколько я знаю, одна из компаний, которая в России это тоже вводит, это компания Билайн, которая делает специальные тарифы для глухих людей. Вообще в телекоммуникациях это тоже все происходит. Ты упомянула про тему трудоустройства, и вот здесь хотелось бы услышать, наверное, мнение Варвары. Варвара, ты каждый день общаешься с огромным количеством талантливых, интересных, ярких людей из мира глухих людей. Да, мы вот хотели уточнить, что Варвара, помимо того, что она руки, голос Путина в мире глухих, Варвара еще замечательный, уникальный педагог. Расскажи, пожалуйста, про этот трек, и как у твоих выпускников с работой все обстоит? Они актерами же выходят, профессиональными. Ну, да. Вообще в нашей стране с трудоустройством сложно. Не только даже слышащий человек, ему трудно найти работу. У нас проблема в том, что дает профессиональное образование. Не только в нашем ВУЗе, где я имею честь работать, где творческие профессии дают актер, художник. Но у нас ведь и другие есть, технический ВУЗ, есть педагогический. И вот с трудоустройством очень сложно, потому что проще взять... Придут два специалиста с одинаковым дипломом, возьмут неслышащего. Неслышащего не возьмут, потому что трудности коммуникации, трудности общения. Работодатель боится, что он не сможет с ним общаться, объяснить ему, что он хочет. К сожалению, этого очень много. Я не знаю, как это побороть. Скажи, пожалуйста, мы снимали фильм в 2016 году. С тех пор, в общем-то, прошло почти три года. Я не знаю, хочу у тебя спросить. Вот за эти три года совершились какие-то изменения, например, в законодательстве, которые бы дали возможность глухим людям работать? Потому что на момент съемки фильма, например, люди не могли пойти работать на производство с повышенным уровнем шума. Хотя, казалось бы, это странно. Люди, которые... Да, они как раз и должны туда идти работать. Да, потому что они это... Или, например, вузы, которые дают образование в сфере культуры, да, цирковые вузы, они не могли принимать на учебу людей в цирковые училища, которые хотят стать мимами, да, артистами и так далее. Ну, конечно, ничего не изменилось, потому что в этой творческой сфере я... Все как было. Все как было. Вы понимаете, дело в том, что когда... Если брать профессиональное образование, проще взять неслышащего туда, где есть группа и где есть сопровождение переводчиком. Даже если у него кафелярный имплант. Потому что пространство, аудитория, речь преподавателя, как он говорит, насколько близко, далеко, насколько этот коллектив учебный... Ну, то есть тут очень много параметров, и если есть группа неслышащих, вообще тут проблем в этом нет. А если он говорит, я не хочу, я хочу пойти, допустим, учиться там в Стругановское училище, предположим, у него шансов практически нет. Я думаю, что такая же проблема, когда у нас Алексей Знаменский... Я просто с этим столкнулась, когда он во ГИК поступал. Была точно такая же проблема. А как он будет учиться? Да, надо пояснить, что Алексей Знаменский это актер, режиссер, у него есть серьезные ограничения по слуху, и тем не менее он окончил в ГИК. Да. Да. И я думаю, он не единственный после него, еще молодой человек закончил в ГИК, тоже режиссерский факультет. Все время задача, как будет учиться? Точно такая же, как он будет работать? У меня в связи с этим вопрос. Вот я опять-таки задам очень глупый вопрос. Мы когда снимали кино, мы познакомились с тем, что делала Эмилия Леонгард в нашей стране, и мы понимаем, что это история про то, как она ставила двух детей, которые не слышали друг друга, и учила их читать с губ. То есть она превращала их, по сути, через запрет жестового языка, в частности, тренировала их, чтобы они могли общаться, как будто они слышат, по губам. Вот, с одной стороны, сам тот факт, что нельзя использовать руки, а это, естественно, у него происходит, мне показалось как-то вот... Ух! Я вам скажу, я вам скажу. Вы знаете, я вообще сторонник, что жестовый язык могут вот все, потому что это образное мышление, это здорово развивает ваши способности мышленные. Это действительно. У меня все дети, то есть у меня родители мои были неслышащие. Я владею жестовым языком, у меня дети говорят на жестовом языке. Если мы там где-то, чтобы не кричать друг к другу, мы разговариваем на жестовом языке. И дочь, она говорит, мам, ты меня учи, помогай мне, потому что она начинает мыслить по-другому. Я не могу удержаться и должен просто попросить тебя сейчас в эфире просто показать, да, сказать что-то. Но, например, меня совершенно поразило, как будет кофе, или как будет шампанское, или как будет вино. Это настолько... Это по напискам где-то. Просто пить хочется уже. Нет, ну потому что вообще жестовый язык, он красивый. Очень. Я говорю про русский жестовый язык, и он действительно красивый. И даже неважно, слышишь ты, не слышишь, это просто как дополнительно, вот просто для себя. Я начинаю понимать себя лучше, начинаю видеть мир после этого по-другому. Это прекрасно. И поэтому кофе, потому что... Потому что мелье. А молоко, потому что коричневое. Потому что тоже есть цвет коричневый, потому что больше он... А вино? Вино, потому что сладкое, хотя оно не всегда сладкое. А это сомелье, да. А это сомелье. А шампанское? А шампанское, ну как, бутылка? Открывается, и шампанское. Конечно, брызги шампанское. Собственно говоря, фейерверк точно так же. Да. Жест фейерверк. Скажи, пожалуйста, а русский жестовый и иностранный жестовый, они отличаются? Они отличаются. Вот ты можешь сказать, на каком-то примере показать, например, как по-русски будет какое-то слово, и как это же слово будет, например, на английском? Ну, я не буду говорить про английский, я буду говорить, ну, там, про немецкий, про американский мы просто ездили. Я знаю, что они отличаются, и очень... Есть какие-то жесты очень похожие у нас, и где-то там в Испании, в Германии, особенно вот ближе к романским языкам, ближе. И поэтому, если, ну, взять, допустим, первое, что приходит в голову, я всегда привожу пример на мастер-классах, это дом. У нас есть жест дом, это крыша. А в Америке хум. Поспать, поесть. Понимаете? Поспать, поесть. Да, а если, допустим, у нас мужчина, мальчик, у них бойс. То есть очень близкие. Если самолет, самолет, то есть так, любовь, а есть любовь. Это испанский уже. У меня, Оля, испанские корни, она из страны басков. Это, ну, все, теперь я знаю, немножко жест неспасского. Я имею дело в жизни вот с такой любовью, понимаешь? Ну, потому что я тебя люблю, то есть отсюда идет. А мы сохраняем любовь, то есть я говорю все время, как поцелуй в сердце. Ну, да. То есть есть что-то... Более интровертивная культура, наверное, да, эти экстраверты. Есть что-то, да. Георгий, ну вот у меня к вам вопрос. Смотрите, какая красота. Вот ставя, делая эти тысячи операций с кахлеарной имплантацией, не лишаем ли мы, ну, так перевернем ситуацию, не лишаем ли мы возможности людей, которые природой задуманы, Богом задуманы так, не лишаем ли мы их возможности соприкосновения с этим миром? А вы спросите у Аллы. Да, Алла. Нет, нет, я к тому, что согласилась бы она оставить ребенка. В мире глухих. Да. Другое дело, когда делается операция, правильно был поставлен вопрос, билингвальность, да, не нужно лишать его возможности общаться с другими тоже. Я хотел вернуться к образованию. Мы забыли об инклюзивном образовании, когда в школах нормально слышащих есть группы для глухих с кахлеарными имплантами. Это, конечно, не все школы. Не все школы. Конечно, не все. Но именно с кахлеарными имплантами, потому что с остальными сложнее. С остальным очень сложно. Извините, вот эта инклюзия в нашей стране, она приобрела какую-то странную форму. Я не говорю глобально, безусловно. Ну, просто у меня внучка учится в школе. А в чем странная форма? Странно, потому что начинают закрывать спецшколы, их очень мало остается. Я не говорю про другие города, но вот, допустим, в Москве у меня внучка учится в школе, и в этой школе учатся глухие дети двое. Из одной семьи. Они стесняются своей глухоты. Потому что детский коллектив, он жестокий коллектив. И они стесняются своей глухоты, они снимают аппараты. Хотя педагоги знают, что очень способные, талантливые ребята, а это становится их проблемой. Не знаю, вот вы знаете, я считаю, вот мое мнение, что должно быть много видов. Должно быть все. Вот, про которые Алла, что я говорила. И вырастет ребенок, пойдет он, захочет, и ему это, ну, не будет он говорить на жестом языке. Будет он говорить на жестом языке. Вот должно быть большое разнообразие. Вы сказали про жестокий коллектив, что дети жестокие. Вот ты же изучала тоже западные какие-то варианты, и ты говорила про дефрендли зону, да? В школах, насколько я знаю, тоже есть как опция, кто-то учит второй язык, там, французский условно, а кто-то жестовый, правильно? Да. И вот расскажи мне про свой опыт. Насколько вот такая бытовая культура, солидарность, сопереживание, прийти на помощь другому и выучить, наконец-то, там, несколько жестов ради другого. Вот в других странах ты такое наблюдала, вот по сравнению с Россией. Или в целом везде мир жесток и... Мир, конечно, очень жесток. Вообще мы были просто в специальных школах, и мы никогда не видели инклюзии. И поэтому я не знаю, что ответить на... Ну, как мне ответить на этот вопрос? Ну, например, на моем личном опыте мой ребенок учился в частной школе все время. И в прошлом году он перешел в обычную массовую школу. И я хочу сказать, что никакой инклюзии нет. Вот, директор и педагоги, и люди. И это просто абсолютный кошмар и ужас. Это очень жестоко. И, в общем, ну, с этим, не знаю, с этим надо много очень работать. И пока для детей с коклеарными имплантами, которые хорошо говорят, и которые могут интегрироваться, им нужно совсем немножко помощи. Для них, в принципе, я не знаю, может быть, Георгий, вы что подскажете, какие-то такие школы? Ну, вот в Петербурге такой школы не нашлось, например. И это, конечно, не очень приятно. Мне кажется, что это очень зависит от коллектива, конечно, от родителей во многом, о том, какая семья. Если объяснить, сказать, если все постараются, да, то это возможно преподнести как-то красиво. Знаете, я очень рад, что мы за эти полчаса, которые мы сейчас вместе в эфире, помимо того времени, которое мы вместе смотрели с вами фильм, что нам удалось такие разные взгляды на эту тему вот свести к какому-то одному знаменателю. Мы вместе, в общем-то, с вами понимаем, что главной ценностью вот этой гуманистической ценности является человеческое общение, простое человеческое общение. А уже какими способами оно будет обеспечено? С жестовым языком, без жестового, с коклеарным, без коклеарного. Вот и к этому, собственно, и нужно стремиться. Я хочу сказать, что сегодня у нас с вами был первый выпуск программы «Док-Ток». У нас запланирован еще показ нескольких таких спорных тем и спорных фильмов, которые мы вместе с вами в эфире посмотрим. Думаю, что будем встречаться в эфире регулярно. С вами была Ольга Орлаускас. И Никита Тихонов-Фрау. И наши чудесные гости, спасибо большое, что вы были с нами. Помогли нам постараться этот мир сделать чуть-чуть лучше. Чуть-чуть гармоничнее. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова